Жители автономии отметили, что 20 октября они вышли на выборы и проголосовали, чтобы выполнить свой гражданский долг. Вы вчера вышли на первый тур выборов? Конечно, обязательно. Во второй выйдете? Выйду. Лучше бы его не было. Воду. Да, приняла. Приняете во второй? Нет. Да, на выборы была. Скажите, а во второй тур выйдете? Конечно. Да, вышел. Скажите, пожалуйста, планируете выйти во второй тур? Обязательно. Да. А во второй тур думаете выйти? Конечно. Да, принимали участие на выборах? А как же? Хорошо. А планируете выйти во второй тур? Конечно. Жители автономии рассказали, за что они голосовали в ходе выборов за будущее своей страны. Чтобы молодежь не уезжала, создать рабочие места. А то все, как на выборы, все обещают, обещают, как делать, ничего не делают. И чтобы молодежь вернулась обратно, в конце концов. А то смотришь на улицу, одни детушки и бабушки ходят, больше некому. И работы скоро не будет кому. Откуда пенсию с тайком дадут, когда нету работы? Работчиков нету. Они же все такие, там подогонные, все держат и дают людям. А так не знаю, что будет. Если так пойдет, то и без пенсии останемся, и без... Короче, на существование, наверное, жизни не будет. А за что вы голосовали? Не за кого, за что? За мир, за дружбу, за справедливость. Хотела бы, чтобы было согласие и все, чтобы было всегда благополучие. Ну, чтобы было все прекрасно в мире. За будущее. Надеюсь, придет к власти действительно патриот этой страны, которому будет важно будущее наших граждан. Не на заработки придут во власть, а действительно патриотизм проявят и что-то сделают для людей. За хорошую жизнь. Конечно, чтобы повысили пенсию пенсионерам, чтобы жизнь людям была легче, потому что дошли до низа. Чтобы медицина была практически бесплатная. Второй тур президентских выборов состоится 3 ноября. Полина Барбова, Вячеслав Кысар, Артем Топал, ГРТ. Новости.